вернулись мы обратно только уже на машине объехали мост город и хотим попасть еще на эту ярмарку и купить что-то взамен разбитые кружки единственное что время уже пол шестого вечера и возможно вся ярмарка закрыта жалобка все равно что у нас тут разбилась мы уже взяли с собой денежки и надеюсь в этот раз хоть кто-то там что-то еще будет сувенирами стоять ну а нет так нет ничего страшного вот мы уже подходим первые палатки видно надеюсь у нас получится все-таки приобрести сувенир и снова радует максимка радуется до шашлыка и максу мы купили замену он долго выбирал первый раз между кружкой и мотоциклом деревянным ручной работы но вот в этот раз вернулись уже взяли мотоцикл давайте еще что пусть уже все будет правильно так это хулончик Смотрите, вот здесь вот еще есть очень красивый, ребят, только к столу, пожалуйста, не прислоняйтесь, а то он очень сильно сжатается. Вот такие, смотрите, интересные есть у них кулончики. И сколько они стоят? Такие по 300. Вообще, все кулоны на этой стойке от 200 до 400. А котики сколько? Котики 250 цветные, 300 черненькие. Давайте покажу, вот такие 250, и вот здесь вот черненькие с травками по 300. Миша, Миша, не развей. Начинается гроза, мы уже торопимся обратно. Так вот небо почернело. На камеру, наверное, это не очень видно, а может и не видно. Ну вот, сейчас будет гроза. Купила я и себе подарок, Максу. Поделили с ним напополам, останутся деньги. Недовольный, бежим домой. Сейчас на машину и поедем уже. Ну, с покупками, с подарками. Ну, показывай, показывай. Максим хочет показать свой подарок. Вот это, ну, как гремит, сверкает. Пошли, Максим, торопись. Пошли. Ну, а дома уже покажем все, что мы тут купили. Какие покупки, подарки. Сейчас будет в Волгах. Тут все такие наряженные. Интересно. Начался сильный дождь. Времит гром. Сверкает волны. Прям аж подпрыгивают капельки. Дождь мы давно ждали. Поэтому здорово, что дождь пошел. Хотя бы станет немножко свежее. Я боюсь, что... Какой сильный. Ну, что, мне этот лес понравился? Да. Лес этот очень понравился. Красивый. Это настолько красивый. Какой высокий, как в туалет. Да. Мам. 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 Хочу показать. Кружку нам склеили. Посмотрите, какая красота получилась. Акапин. Это город, в котором делаются вот эти вот красивые кружки. Единственное, что пользоваться ей, конечно, теперь нельзя. Потому что она у нас раненая. Но в крайнем случае она будет стоять просто у Максимки для красоты. И можно сухие веточки как-то заполнить. И будет как ваза. Ну, в любом случае, кружка хотя бы спасена. И у нас остается память об этой ярмарке. Ну, и плюс у Максимки оказалось теперь целых два подарка. Потому что мы вернулись и купили ему замену. Он долго выбирал кружку или мотоцикл. И в итоге у него и кружка, и мотоцикл. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Правда? Идет, наконец, долгожданный дождь. Многие его ждали. Потому что, действительно, жара невыносимая. Все очень устают от такой жары. Хотя она, может быть, в чем-то и хороша. Но дома очень душно. Задыхаешься. И дышать совершенно нечем. И вот такая свежесть, прохлада. Особенно для огородиков. Она очень хороша. Вот тут вот не будет видно в бассейне, как дождик льет. По окну все равно можно понять и по шуму, что дождь идет хороший. Наш отдых проходит замечательно. Нам все нравится. Все так здорово. Обязательно покажу. Или уже показала свои покупки, сделанные в поездке. Довольна я, если честно. Очень-очень довольна этой поездкой и этим отдыхом. Всем-всем огромный привет. Хочу немножко рассказать предысторию для тех, кто не смотрел первый влог. Мы в гостях в городе Кимры. Однажды мы поехали гулять по реке Волги на моторке. Увидели большой на берегу реки палаточный городок. Решили припарковаться. Зашли и оказалось, что там идет ярмарка и праздник. Праздник назывался Былинный берег. Очень удивительно было, ну так, попасть неожиданно на такое событие. Мы были, в принципе, без денег. У меня немного было с собой. Вот мы эти деньги разделили на всех, чтобы купить сувениры. И сейчас я буду показывать то, что мы купили там и что приобрели. Ярмарка очень понравилась. Ну, все знают, что так как я сама творческий человек, много чего делаю своими руками. То когда я увидела ярмарку, когда из разных городов привезли всякие вещи, которые были сделаны руками, восторгу моему не было предела и хотелось скупить все. Но ограниченные финансовые средства дали о себе знать. Мы купили с Максимкой ему на память кружку, которую дома разбили. Ну, получилось ее склеить. Я во влоге показывала, что мы ее склеили. Вот так она смотрится. Ей пользоваться, конечно, уже нельзя. Вот, она изготовлена, сделана в городе Скопин. Впервые я услышала на ярмарке это название. Кажется, это Рязань. Ну, если я не путаю, могу путать, конечно. Вот такая красивенная кружка. Ну, она будет уже просто как декоративная Максимке на память об этой ярмарке. Ну, и ввиду того, что кружка была разбита, горе нашему не было предела. Мы на машине уже вернулись на это событие, мероприятие, на эту ярмарку. Потому что на само мероприятие мы не проходили. Это все за билеты надо было. Но нас это не очень интересовало. А вот ярмарка-то очень была интересна. И уже на машине мы переехали мост. Мы сами живем с одной стороны Волги. И надо было на другой берег. Приехали туда и начали уже покупать сувениры как мне, так и Максимке новой. Что мы взяли? Во Вологе тоже это мелькнуло. Макс себе взял вот такой мотоцикл. У него тут все шевелится. Это Максимку и привлекло. Ой, и привлекло. Вы знаете, снимаю второй раз. И второй раз я этот мотоцикл роняю на камеру. Ну, хороший. Он долго выбирал между мотоциклом и кружкой в первом случае. Но в итоге оказалось у него и мотоцикл, и кружка. Не знаю, где сделали этот мотоцикл, в каком городе. Что-то я не спросила. Ну, как сувенир для мальчишки очень-очень привлекательный. Ну, и что я взяла себе? Сейчас кто-то скажет, что это за общественный туалет. Да-да, вот такой вот домик. Домик-копилка. С надписью. Тут написано, не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня. Ну, в общем, вот такой домик. Ну, как домик. Общественный туалет. Ну, очень красиво сделан. И вот сверху, видите, прорезь для мелочи. Донышко вот так выполнено. Кто смотрел влог, видно было, что они были, эти домики, разные. И маленькие, и большие. Квадратненькие. Двойные туалеты. Женский, мужской было написано. Ну, это мне не интересно. Мне вот прям вот привлек этот с самого начала. На некоторых домиках было снизу открывать. Вот стандартно, как копилки открываются, донышко. Но мне понравилось именно вот с замочком. Ну, пусть будет. Вот такой, в общем, у меня оказался сувенир. Для меня лично. Очень красиво смотрится этот домик вместе с мотоциклом. Видите, как будто он тут припарковался рядышком. Хозяин, в общем, пошел по нужде. Ну, ладно, я шучу. Давайте покажу, что я еще взяла. Вот этот браслет. Тоже во влоге видели, что я его долго крутила, спрашивала цену. И в итоге взяла. Он, как сказал там продавец, из плодовых деревьев выполнен. Только я единственное не знаю, это такое цветное дерево или они как-то обработаны, покрашены. Потому что если это разноцветное дерево, то было бы еще лучше. А так дерево смотрится прямо как разноцветные камушки. Очень красиво. Так вот мне прямо понравилось. Очень понравилось. Мы приехали с этой ярмарки в восторге, в радости. Ну, в таком прямо... Ну, на позитиве, на полном позитиве. Ну, и в память об этом неожиданном для нас событии взяли магнитик. Вот такой Киморский район. И вот былинный берег. Почти все были вот в таких старинных нарядах. Мужчины, женщины. Интересно. Так что еще и память у нас осталась. Ну, и не могли пройти мимо вот такой милой божьей коровки. Там были тоже, наверное, смотрели, когда видели разных размеров. От огромных до маленьких. Ну, почему-то я подумала, что на мой холодильник он у меня не резиновый, не растет, никак его не увеличить. То я взяла маленькую божью коровку, просто как память. Потому что у нас не получится. О! На нашем холодильнике место скоро закончится. Поэтому магнитики постаралась уже брать маленькие. Вот такие замечательные сувениры были с этого былинного берега. В огромном восторге мы вернулись. Все очень-очень понравилось. Видите, я тут даже расставлять пытаюсь так красиво, чтобы все прямо было видно и красиво, и интересно. Надеюсь, вам было со мной интересно как на ярмарке, так и интересно было смотреть наши покупки и сувениры, которые мы оттуда привезли. И остались мы в огромном восторге этой поездкой. Как на машине, ну, понятно, так и на моторке. Потому что по Волге не каждый день плаваешь. Было очень интересно. Ну, а что я купила вообще за всю поездку? Оставайтесь со мной, покажу в следующем ролике. Всем пока! Пока!